коллеги доброе утро рад всех вас видеть и слышать сегодня у нас 12 мая 2015 года вторник и мы начинаем утреннюю программу торговый план на видеопортале трейдеров you trade tv с вами игорь суздальцев ну что коллеги сегодня у нас новостей много остановлюсь на 3 на мой взгляд основных которые могут оказать влияние на развитие финансовых рынках госпожа меркель была 10 мая в москве повстречалась с президентом владимиром путиным и была пресс-конференция пожалуй самая я бы сказал серьезная из всех за последние 16 лет ее текст переведен можно посмотреть русских изданиях русскоязычных изданиях в том числе в дойче венле не буду озвучивать очень серьезные вещи единственное ну как бы на мой взгляд это последнее такое предупреждение получилось не знаю хотели или нет но вот оно как бы прозвучало именно так и например впервые в исполнении госпожи меркель я услышал фразу преступная аннексия крыма раньше было незаконно преступная градусно напрягается она человек сдержан и выдержан значит нервы уже у нее это нехорошо лучше когда все спокойно беседуем вот поэтому от евросоюза говорить о снятии санкций после такой пресс-конференции сомневаюсь но то что в российских сми фразу незаконные и преступные убрали это понятно и это в общем-то ну право львова сми так действовать но сама-то ситуация от этого не меняется вот в чем дело сегодня джон керри госсекретарь сша также встречается с владимиром путиным теперь уже в сочи будет тоже интересно послушать какую-то если будет пресс-конференция или какой-то обзор по итогам как он как с нервами у керри это очень важно и наконец третий человек у которого в общем то тоже явно не выдержали нервы это бывший мэр москвы юрий лыжков неожиданно проявился причем цитирую по газете никогда не думал что буду цитировать бульварная газетенка комсомольская правда вот значит и он говорит о сельском хозяйстве оказывается он в калининградской области у него фирма морское хозяйство вот что пределе господин лужков производит группу различную вот про гречку рассуждает и его задают вопросы журналисты ну а в целом как вы видите российскую экономику и господин лужков отвечает такая экономика не жизнеспособна запитая антинародно удивляет в этой фразе все во первых господин лужков ведет бизнес на территории российской федерации и заявлять о том что экономика не жизнеспособна антинародно а чужие не ведете бизнес в австрии в свои любимые где вы проживаете где вас конное хозяйство и так далее второе то что комсомольская правда напечатала она никогда не была замечена ни в чем смелом последний еще раз повторяю на четверть века это точно и тут на тебе цитируют эти такие слова еще пиарят их везде я не знаю может у нас реально правительство поменяется то есть тут нас сегодня надо быть бдительным сегодня какие-то такие вещи происходят удивительные еще раз повторяю четверть не века не было в комсомольской правде такого резкого слова о российской экономики так вот что можно из этого сделать какие выводы будет экономика расти не будет будет сегодня подъем не будет покупать рубль продавать без понятия вообще не понимаю что происходит 9 мая звучало одно 12 мая напечатано во многих газетах прямо противоположное какие-то такое впечатление что башни кремля еще не обо всем договорились будем смотреть этим и интересно поэтому сегодня я вижу в нашем чате мысли о том что алекс фадеев пишет даешь рубль 45 а владимир никитин ему отвечает праздники прошли теперь можно и на 65 вот огромное такое расстояние состояние у меня сегодня в голове абсолютно непонятно что сегодня будет но посмотрим может быть наши спикеры нам понятнее это объяснят и монета подскажет давайте посмотрим как мы закрылись пятницу индексом мвб закрылся в плюсе я смотрю все по московской бирже у вашего брокера могут может быть другие цифры не удивляйтесь потому что разные критерии оценки кто-то по последней котировке кто-то по последней сделке брокеров вообще раз на обои учета и окончание фиксинга на конец дня совершенно разное оказался я удивлен например был свое время так вот индекс ммвб вырос на 1,28 процента на 1,28 процента это 1708 отметка индекс ртс 1059 на 11 соток снизился оба уровня очень высокие по нынешним временам поэтому никакой там так сказать грусти или напряжения они не вызывают наоборот мне кажется подсказывает на рост тенденция рубль к сожалению снизился по итогам дня 51,00 на 71 копейку он снизился к доллару и на 47 копеек к евро 57,09 хотя тоже в общем то любая цифра 5 первая она сейчас больше так сказать положительная чем отрицательному что долго достаточно было 6 вот поэтому все таки и вообще показатель конечно 51 ближе к 49 чем к 65 владимир никитин пока такая ситуация и она радует в этом плане радует ну что коллеги давайте спросим у монеты что будет сегодня бросаем монету у нее две стороны бай и сэл я загадаю доллар рубль однозначно вы можете заказать свой финансовый инструмент и посмотрим что монета нам подскажет бросаем ловим смотрим бай бай сегодня нам советует монета по рубль доллар это очень хорошо то есть получается что алексей фадеев в общем то ближе по теории вероятности к тому что будет происходить ну я честно я тоже на это надеюсь принципе мы все настроены внутренне на рост это хорошо экономический календарь сегодня давайте вместе посмотрим экономический календарь из того что вижу серьезное 11 30 великобритания объем производства в обрабатывающей промышленности может двинуть рынок все остальные оценки речи члена фонг уильямса и так далее ну не знаю не уверен в 11 30 а в 15 30 вообще ничего нет и в 17 00 что-то может быть но не особо в 11 30 на на фунте я думаю что можно что-то посмотреть повнимательнее и может быть поучаствовать в этом мероприятии ну что коллеги сегодня у нас вторник значит день опционов значит у нас гостях опционные трейдеры илья коровин трейдеры скрининграда хотим вас услышать и узнать какие новости на этом рынке доброе утро новостей никаких нету рынок стоит на месте но тем не менее с позициями у нас это происходит поскольку это опционы движение нам не обязательно для того чтобы что-то там зарабатывать или что-то терять вот поэтому давайте посмотрим что у нас получается напомню что две позиции я веду одна более долгосрочная в рубль-долларе соответственно на рост рубль-доллара пока с рубль-долларом ничего не происходит эта позиция медленно снижается в цене вот но времени у нас там до 15 июня по-прежнему все достаточно а вторая позиция более краткосрочная нори вот сейчас ее по идее должно быть видно видно у нас до экран видно хорошо а вот мари что у нас происходит продали мы путы 80 2 недели назад напоминаю значит плановой прибылью 98 тысяч рублей модельного портфеля миллион триста неделю назад у нас из этих 98 тысяч 28 накапало прибыли и вот прошла еще неделя и примерно как я говорил многие 55 56 на данный момент этой прибыли имеем пока мы не фиксируем через неделю уже будем фиксировать через неделю уже длинная доля возможной прибыли 98 тысяч нас уже откапает где-то в районе тысяч 75 80 у нас будет по этой позиции прибыли мы ее зафиксируем и это гарантийное обеспечение мы посмотрим куда еще можно будет использовать вот на данный момент ничего не делаем ждем смотрим как нам прибыль по кутам капает потихоньку вот и за этим наблюдаем и ждем роста рубль доллар то есть по-прежнему ничего мы от этого не отказываемся понятно понятно илья главный вопрос как с экономикой в калининградской области она действительно не жизнеспособна как пишет господин лужков или все-таки он преувеличивает слегка ну у нас такие странные метаморфозы происходят с публичными товарищами когда они отходят от отдел у нас ходорковский стал теперь борцом за права человека да за гражданские свободы несмотря на то что он творил свое время лужков у нас теперь разбирается в народной и в правильной экономике до сих пор не можем переделать то что он там маскина натворил в общем к комментариям подобных людей вот в этих областях можно относиться с большой иронией чего что я и делаю комментировать серьезно понятно или назвать ролик ничего не делаем нельзя я думал об этом мы можем назвать ролик готовимся фиксировать прибыль как бы ничего не делаем но в общем с пониманием почему вы ничего не делаем прибыль нам мало пока мы жадные ясно но прибыль это я так понимаю к пятнадцатому все это будет происходить да у меня все на июньских опционах в эту экспирацию мы не попадаем но просто по путам поскольку они дальние они уже через неделю почти полностью истекут то есть их на фиксируем до будет фиксировать досрочно можно назвать ролик что как бы прибыль по путам 5 процентов а можно назвать ролик готовимся фиксировать при да 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 хорошо я когда надо сказать что ничего не делаю я пишу говорю или пишу контролируем ситуацию нет но у нас опционы да у нас позиции открыты поэтому мы в любом случае что-то делает они процессы происходят вот но просто мы их не не купируем пока нас все устраивает понятно в общем то направление все были выбраны верно и активного управления позиции сейчас не требуется получается когда через неделю будем будем уже что-то делать ясненько хорошо спасибо большое удачи вам спасибо вам взаимно ну что коллеги готовимся фиксировать прибыль вместе с ильей коровином трейдером и управляющим активами из калининграда который только что был с нами давайте послушаем на тему опционов нашего коллегу из москвы трейдер опционов антонио как у вас ситуация какие мысли по рынку что делаем сегодня доброе утро доброе утро слышно меня доброе слышим хорошо да ну действительно так и такие затяжные праздники и у нас как-то немножко такое застой движениях на рынках вроде бы движение никаких но тем не менее за опционами приходится следить и получается что сейчас мину некие хоть небольшие но положительные результаты есть попробую сделать демонстрацию давайте появился мой гранд идет подключение написано сейчас должно быть вы цепнули посрединке да 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 но у меня уже сейчас показывает что идет демонстрация наверно честно получится да пока буду говорить значит я напомню все видим был видим экран было две позиции одна вот на майских значит опционах которого скорость течет это я напомню был путь rate of spread который был с надеждой что у нас рынок упадет сильно до уровня 90 тысяч паре но этого не произошло то есть мы сейчас находимся практически на тех же уровнях что открывались поскольку он был сильными проданными путами соответственно все равно вот наша высокая вот этот долгая горизонтальная линия она на уровне примерно 8000 рублей прибыли вот таким образом скорее всего до экспирации именно в таком состоянии вот именно вот эта конструкция доживет ну то есть будет маленькая прибыль который как я говорил больше чем банковский процент депозита получается что такая некая заморозка гао но все равно с небольшим положительным результатом вторая позиция была значит это речь шла оси я советовал в июньских в июньских уже контрактов да здесь еще история будет продолжаться целый месяц но тоже такая надежда предположение что вот сейчас 9 мая начало у нас выступление президента закончила 17 апреля потом период такой горизонтальных можно сказать линий до 9 мая но мне кажется что сейчас все-таки у нас будет наконец такое движение вниз ну как бы к своему естественно нормальном состоянии скорее всего будет соответственно индекс то есть 3 будет падать а си будет расти на это надежда что несмотря на то что вот сейчас находится в небольшой положительной зоны эта конструкция да и ну что вот наверное мы все таки куда-нибудь наверное в середину за месяц передвините к этой конструкции вот но здесь есть много возможности для управления пока просто вот я сижу жду вот так же могу вот продемонстрировать как это выглядит в табличном виде значит путь спред вот у нас открывался когда примерно 100 тысяч был ри вот цены были в тот момент такие 92 500 там 1200 9 здесь тут 18 345 цена текущие цены они сейчас совсем уже маленькие соответственно этот путь стол ставил стоит 50 пунктов здесь 30 пунктов 20 пунктов вот и текущий доход в пунктах вот получается 70 57 но это в рублях наверное 7 500 примерно 7 400 а соответственно да вот носи у нас выглядит ситуация таким образом что сейчас тоже пока еще небольшая прибыль находится вот но здесь конечно еще нужно ждать когда реализуется то сценарий который в него заложен ну вот в общем то вот то что я хотел рассказать ясно антонио мне понравилась ваша фраза экономика будет снижаться к стремиться к своему естественно вернее индексом фьючерс на индекс ртс будет снижаться с не стремиться к своему естественному состоянию потому что я предполагаю что вот та картина которая у нас было ну последние две-три недели ну фактически там ну да две-три недели она была в общем то вот подрегулирована специально вот потому чтобы не омрачать наше праздничное настроение действительно такие настоящие дни ясненько спасибо большое этого не удачи вам сегодня коллеги с нами был антонио трейдер опционами из москвы дмитрий семенов появился и ушел только что дмитрий семенов ну бывает видимо отпуска дает о себе знать не все так сразу юрий чеботарев трейдер управляющий активами из москвы который сейчас находится в анталии как у вас дела на какие планы на рынке если мысли по опционам доброе утро ну мысли такие я я постоянно отслеживаю ситуацию с опционами на доллар рубль и в общем то смотрю вижу что на июньских опционов количество открытых позиций по пол все время увеличивается и на сегодняшний день мы уже имеем там пятьсот девяносто тысяч открытых контрактов то есть ситуация такая которая была в декабре месяце прошлого года с рублем она в принципе может повториться вот и она в общем то начинает набирать обороты так по рынку я конечно ожидаю что на курсе рубль доллара мы попробуем все таки еще бить вниз уровень 50 рублей ну и наверное на этом завершится все то есть дешевым доллар будет вот последние дни потом начнем поход вверх понятно то есть вы тоже присоединяетесь к мнению господина ложкова и антонио о том что экономика нежизнеспособна и падение ее нормальное состояние ну потому что то что мы видим делает наш правительство это конечно мертвым понятно ясненько юрий что какие мысли по опционам конкретно не торгуете последнее время опционами нет я перешел на более стабильно доходные так думаю конечно в опционах поскольку мысли всегда приходят интересные вот умею если кому нужно могу попользоваться это нет проблем я понимаете придерживаюсь точки зрения вот господина буренина он у нас такой основной теоретик в россии по опционам он как-то в одной из своих книг написал что опционы это инструмент для ремонтирования позиций то есть это инструмент с помощью которой позиции на любых рынках с любыми активами он правильно говорит да можно по плохую позицию всегда может быть с помощью опционов нет ну согласитесь юрий согласитесь некоторые трейдеры и управляющие активами ремонтирует свои бюджеты очень неплохо с помощью опционов да надо сказать что в соединенных штатах там даже вот экзотические погодные опционы они большую популярность и среди работников муниципалитет многие штаты которые вот особенно сельскохозяйственные которые зависит там от погоды вот они с помощью опционов хеджируют позиции свои так что это инструмент очень интересный и полезный и нужный ясно хорошо спасибо большое юрий удачи вам сегодня спасибо давайте послушаем нашего коллегу из щекина тульской области александр нестеров он присоединился к нам буквально на прошлой неделе очень интересно послушать его как он видит рынок сегодня чем планирует заниматься доброе утро слышно да доброе утро в принципе пока определенно сказать не могу ничего только после открытия то есть просто празднику что там у них в головах у нашего правительства и как они расположили рынок на будущее на неделю то есть пока этого нельзя ответить но в принципе так сейчас из александра вы нажмите нажмите камеру а то у нас видео портал в принципе по по фьючерсу доллар рубль до закрылись мы модель видно и прям восходящий да то есть как и говорил я на прошлой неделе там уровень мы 51 300 держали как мы удержали его в принципе закрыли сейчас даже выше там 51 500 да ну все все возможно что в течение дня сегодняшний даже можно пробить 52 800 ну в районе это да по ртс у поддержки так осталось 103 500 она так остается и и усилили еще в процессе пятницу так что на ваш взгляд сегодня скорее вверх чем вниз по доллару скорее вверх пойдем там модель видно сразу подкупать уже начали ну то есть вверх потихонечку 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 подкупали но все возможно что у нас рынок есть рынок стебанет вниз прокатит и все отстопит всех и уйдем можем и не сойти но 50 держим ниже 50 не закрепляется принципе ни одного дня психологический уровень очень сильно важно все реагируют очень тщательно на него это да как мне я могу показать рабочий стол мы с вами потом мы с вами репетировали демонстрацию рабочего стола или нет по моему нет нет давайте мы после обеда попробуем сегодня часов 3 себе запишу 15 00 хорошо люди посвободнее и эфир будет посвободнее и мы там надо несколько программ загрузить то вернее одну маленькую но там некоторые действия надо сделать а тогда мы сделаем и уже со завтрашнего дня будем демонстрировать хорошо александр угадывать час что угадывать выходные прошли после выходных естественно нужно подождать открытие и уже формирование хотя бы пару часов куда будет реагировать рынок после этого можно уже целенаправленно какое-то движение для себя вот так сказать трудно ну стоит в принципе доллар стоит пока вверх снизу и подкупили закрыли выше круглые цифры то есть можно александр торговали ли когда-либо опционами вообще 0 я даже не туда не суюсь очень сложно а ну а пробовали когда-то ну просто какой-нибудь материал почитать или книжку или там на какого-то видео то есть никогда не занимались вообще даже не интересно ну как даже не интересно то есть есть инструмент на чем можем зарабатывать деньги зачем что-то я буду еще голову ломать себе правильно не профессионалы торгуют разбираются сложные для меня для меня лично сложно это очень сложно инструмент да я вас понимаю акции торговый уровень вы знаете есть все внутри дня я не переношу позиции на следующий день вообще никогда не переносил всегда внутри дня торговые и внутри дня на нашем рынке я считаю четыре инструмента дают колоссальные возможности для заработка сбербанк газпром доллар рубль ну это классические конечно инструменты срочного рынка поэтому вы от добра добра не ищите александр главный вопрос я вижу позади вас окошко ходит которая возле вас моя кошечка как ее зовут фенечка фенечка покажите на моем и поздороваемся с фенечкой фенечкой ой красавица какая привет феня привет она такая дворовенькая но она умная понятно она каким то образом подсказывает вам направление рынка если у фени хорошее настроение доллар вниз и наоборот с утра она перевернется сверху на полу дома все все понятно ясник александр спасибо огромное удачи вам сегодня удачи всем спасибо ну что коллеги с нами был александр нестеров трейдер из щекина области ну что коллеги тогда мы с вами подводим итоги напоминаю что в 11.30 у нас по данные по великобритании объем производства первообрабатывающей промышленности монета показала бай рублю сегодня звучало разнонаправленные скажем так мнение и доллар рубль 45 и 65 по другим инструментам поэтому я соглашусь с идеей александра нестерова давайте откроемся час-два посмотрим и тогда уже наверное будет понятнее пока действительно непонятно как после праздников поведет себя рынок и центробан всем удачи спасибо до свидания спасибо